как сделать параллельные полы в каркас на бане об этом поговорим сегодня итак дорогие друзья первым делом нужно установить первые лаги то есть черновой пол он идет у нас под скос вот сейчас я покажу как это выглядит в проекте вот соответственно они идут у нас под скос к центру то есть если идут у нас в середине они будут у нас на 100 миллиметров вот начинаются с 150 и приходит центр 100 миллиметров получается у нас уклон 5 сантиметров к центру с двух сторон вот таким образом это выглядит у нас проекте вот и так вот таким образом у нас это выглядит уже на объекте вот соответственно у нас в этом месте у нас в центре будет трап вот соответственно у нас подготовь бельет обрежетка лаги соответственно как я и сказал под уклон центру и на нем по этим лагам идет у нас обрежетка вот по обрежетки мест seleм лесби вот пробиваем ее на вот такие вот Или какие-то другие гвозди Это у нас ершоные гвозди Толевые В общем вот таким образом И далее мы на это УСБ уже накатываем Вот такую гидроизоляцию фундамента Технониколь мастер Вот клеится она очень хорошо С другой стороны У нее имеется пленка Вот здесь мы ее уже сняли И она очень сильно липнет Хотя сегодня не так жарко В жаркую погоду это вообще будет прям Очень сильно будет липнуть Поэтому здесь вам достаточно Все хорошо подмести Может быть протереть еще тряпочкой Влажной, не мокрой только Вот И подготавливать пока У вас Подготавливали материал Технониколь Все замерили, прикинули и раскатываем Вам понадобится вот такой вот валик Для раскатывания Соответственно Для проклейки Чтобы это все хорошо проклеилось Вот Вот таким образом Все это прокатывается Смотрите, какой момент Вот эта пленка Это Другая часть Соответственно Этой Гидроизоляции фундамента Вот она приклеена у нас С той стороны Вот Здесь я ее пока прикинул Просто чтобы у меня Вот эта планка примыкания Не приклеилась туда Потому что мы ее заводим На бортик Вот у нас имеется Здесь вот бортик Такой вот Вот Там также имеется Вот USB Сейчас я покажу Вот в этой части Видите Везде По контуру идет USB Потому что нам нужно С пола подойти И здесь также Нужно прикрепить ее Чтобы она прилипла У нас Вот И далее мы делаем Вот такую вот Такую вот отлив Планку примыкания Как угодно Вот Здесь она у нас Имеется полка На 100 Верхняя Вот И далее у нас Здесь вот 70 Соответственно Мы ее вот таким образом Крепим Вот И далее у нас Получается Гидроизоляция заходит отсюда И приклеивается уже На планку примыкания Вот Таким образом Далее конструктив какой По стене У нас идет Брусок Который Задает Дистанционный зазор И далее у нас Пойдет вагонка Вот Таким образом Брусок будет чуть выше С вагонкой Вот таким образом Вот Потому что В это место Сюда еще У нас Ляжет пол Вот Соответственно Второй у нас Чистовой пол Да Он у нас будет На опорах бруса По этой части И соответственно На опорах бруса Он будет Парящий такой Пол Уже над черновым Вот И соответственно Одна часть будет У него съемная Типа лючка Чтобы можно было Обслужить тот же трап Вот он Находится у нас В этом месте Вот Здесь у нас находится Вот такую картинку Ставил Вот такой вот у нас Трап Здесь будет установлен Он уже установлен Вот Здесь мы еще все прокатаем Вырежем И у нас будет все Герметичного круга Трапа То есть Вот эта гидроизоляция Она также У нас Приклеится Отлично К самому трапу Он из нержавейки К железке Он вообще Отлично Прилипнет Этот вот Техноникольмастер Гидроизоляция Вот Вот таким образом И делается Проливной пол В каркасной бане И обязательно Вот эта вот Планочка примыкания По периметру Везде Вот таким образом Как я это уже Показал И Конечно же Мы ее Как я и сказал Гидроизоляцию Заводим Прям сюда Сюда приклеиваем Если водичка Какая-то У нас сюда попадает То соответственно Она будет скатываться И уходить уже Вот туда Вот в трап Сюда приклеиваем Вот так друзья Уже второй пол Чистовой Который будет уже Вот Новообразные крепления С монтерами Лаги Вот таким образом Вот и одна Половая доска Уже лежит сверху Вот Это у нас уже Пойдут лаги Чистового пола Вот Под техной коле Еще раз напомню У нас черновой пол Со своими лагами Подскос В центр Вот К такому вот трапу Вот мы как раз Вырезали Отверстие Под трап Соответственно Он у нас квадратный Вот такой вот Вот И мы соответственно Вырезаем Вот у нас Это крышечка Съемная Вот Ну под нее Вырезаем круг Чтоб он был Соответственно У нас Свободен От изоляции Чтоб водичка Спокойно туда протекала И еще раз Валиком Вот здесь вот По контуру Все Прокатываем Чтоб она Хорошенечко Прилипла У нас К крышке Которая Из нержавейки Трапа Вот И далее Соответственно У нас Лаги Это у нас Уже Чистового пола Соответственно Мы на них Уже Устанавливаем Доски Вот Ну С определенным Шагом Вот Порядка 5-6 Миллиметров Будет вполне Достаточно Вот И не забывайте Дорогие друзья Если у вас доска Обычная Строганная Снимать фаску Потому что Здесь Такой момент Если Ногой провести Вот так вот Можно даже Немножко Ну Некомфортно Можно порезаться Вот доска Доска Острая Поэтому фаску Обязательно Нужно снимать Поэтому мы Эти доски Фасочку Снимаем Фрезой Фрезером И вот так Вот у нас Все получается Вот Вот так Выглядит У нас Влаги Чистового пола Итак Чистовой Проливной пол У нас Выглядит На финише Вот таким образом Вот Соответственно Между досками Оставляем Зазор 5-7 Миллиметров И Делаем съемную часть Вот эти вот Получается Три доски У нас Раз Два Три Они у нас съемные Плинтус Можно прикрепить Вот в этом месте Он подрезан Вот таким образом Доски все прокручиваем Соответственно Которые у нас Несъемные На Два Самореза Вот Нодированных Оцинкованных Вот таким образом У нас еще Пол не прикручен До конца Все в процессе работ Немножко Поскрипывает Тут Вот таким образом Мы Делаем Проливной пол А эта часть В три доски Она съемная Чтобы можно было Почистить У нас Здесь вот Трап Который идет В центре Потому что Мусор Все таки Будет туда попадать Время времени Он потребует Чистки Продолжение следует...